Всем привет! Если у вас есть сегодня время и случайно завалялись как у меня в морозильнике бычьи хвосты, то вы по адресу. Сегодня я приготовлю блюдо с бычьих хвостов и покажу как оно подается. Как всегда количество всех ингредиентов вы найдете у меня под видео. Я буду стараться делать для вас видео максимально короткими. Значит бычьи хвосты я уже подготовил. Я их надрезал, то есть чтобы вы хорошо видели, я не стал все резать. По соединению позвонков их прекрасно можно разрезать пополам. Топор вам для этого не нужен. Даже вот такие толстые части режутся спокойно без всяких проблем. Просто нужно найти то место где позвонки соединяются между собой хрящом. Хвосты я уже присолил, жир я и все жилы не срезаю, оставляю так как есть. А также мне понадобятся овощи для обжарки для приготовления соуса. Это на небольшие кубики порезанные репчатый лук, корень сельдерея и морковь. Размер не крупнее грецкого ореха. Из специй я взял 2 лавровых листа, немного можжевеловых ягод, 2 гвоздики, душистый перец и черный перец. 1 литр красного вина и томатная паста. Все отправляюсь к плите и начинаю обжаривать бычьи хвосты. Обжаривать хвосты я буду в кастрюле, просто чтобы меньше брызг было. Кастрюля с толстым дном, как вы видите она уже нагрелась хорошо. Добавляю растительное масло и процесс обжарки я вам показывать не буду, я вам покажу уже готовый результат. Так, куски я обжарил с любовью со всех сторон, как вы видите. И теперь я их максимально плотно размещаю по дну кастрюли. Именно той кастрюли, в которой я их буду дальше томить. Не забываем, что сюда еще пойдет по-любому красное вино и обжаренные овощи. Овощи я буду обжаривать в этом же жиру. Когда все приготовится, мы этот жир полностью удалим. Я пожарю овощи двумя партиями. В последнюю партию я добавлю непосредственно томатную пасту. Овощи обжаривают до золотистого цвета, не до черных угольков, потому что в дальнейшем это будет наш соус, чтобы он у нас не горчил. Ну вот, вторая часть овощей почти готова. Я время от времени добавлял красное вино. Вот таким вот образом. И затем вот эта вся прижарка, которая скопилась у меня на дне кастрюли, вот эта вот, я ее аккуратненько отскребаю и даю овощам еще немного как бы подгореть слегка. Этим самым мы получаем цвет. Мне в данный момент уже все нравится. Я добавляю оставшееся вино. Далее отправляю красное вино с остатками овощей в кастрюлю. Отправляю сюда все специи. У меня нашелся еще розмарин. Вот буквально небольшую веточку. Небольшую, иначе он будет просто доминировать сильно. Заливаю кипятком. Заливаю так, чтобы хвосты были слегка прикрыты. Но не слишком полно, потому что как только бульон закипит, я накрою его крышкой и отправлю в духовку при температуре 140 градусов. Возможно, в вашей духовке понадобится немного меньше. Возможно. Нужно следить за тем, чтобы бульон слегка кипел. Слегка. Соль мы не добавляем. Да, важно, чтобы бульон у вас был не под самый потолок. Иначе во время томления, если не дай бог у вас будет бульон кипеть, то он у вас окажется на дне вашей духовке. Всю плиту я отключаю, накрываю крышкой. Вот эту часть я откручу, потому что она пластмассовая, иначе она просто-напросто сгорит. И в духовку на четыре с половиной часа. После этого времени я проверю, готовы ли они. Раньше доставать их нету смысла. Значит, еще раз. Температура 140, вверх-вниз, без обдува, четыре с половиной часа. Ну, давайте посмотрим на результат по прошествии четырех с половиной часов. Так, ну, вот как вы видите, я без особого усилия отделяю мясо от костей. Говорит о том, что мясо у нас уже готово полностью. Теперь я хвосты перемещаю в отдельную миску. Дам немного подостынуть и отделю мясо полностью от костей. В принципе, подавать это мясо можно уже и сейчас, но я пойду немного дальше. Я сделаю из него рулет, отправлю в холодильник до полного остывания. А затем этот рулет нарежу на порции. Это удобно в каком плане? Если у вас пришли гости, вы быстро разогрели это мясо и подали его на стол. Потому что основная работа уже сделана именно сейчас. Пока уберу в сторону и займусь основой для соуса. Отделю бульон при помощи сито от овощей. Эту часть уже мы выбрасываем в мусорное ведро. Она себя полностью отработала. А вот этот бульон нам нужно обезжирить. Дам ему полностью отсынуть и затем уберу на ночь в холодильник. А на следующий день я спокойно удалю весь жир. Ну вот, пока готовил, потихоньку уже наступил и вечер. Значит, смотрите, очень важно отделять мясо от костей нужно в теплом состоянии. Иначе вы потом его просто не оторвете. Или же опять придется добавить бульон и опять вскипятить. То есть не вскипятить, а просто подогреть, чтобы мясо отошло от кости. Мясо я отделил. Здесь приправы вы добавляете те, которые вам больше нравятся. Я скажу, что добавил я. Я добавил 1 зубчик чеснока, немного душицы, приправа коджун, копченая паприка, еще добавил немного соли и можно добавить черного молотого перца. Масса как таковая готова. Теперь ее нужно просто перемешать. Мясо я порезал помельче, потому что я его буду сейчас заворачивать в пищевую пленку. Так, попробую массу. Масса меня устраивает. И теперь массу я буду заворачивать в пленку. Придам ей форму. Так, пленка у меня, к сожалению, не очень широкая, поэтому я ее сделаю двойной, то есть внахлёст одну на другую, чтобы она у меня стала пошире. Ну, я распределяю массу по пленке. Сейчас я буду сворачивать так называемую конфету. Толщину можно регулировать, то есть здесь вы можете делать, как вам больше нравится. Так, ну вот меня такой диаметр вполне устраивает, то есть моя ладонь, вот она полностью ложится на мясо. Немного спрессуем, помою руки и сворачиваю конфету. Немного поджимаю с обеих сторон. Чтобы колбаса получилась более плотная, я прокалываю ее в нескольких местах, чтобы удалять воздух. И начинаю сворачивать. Убираю пока в сторону. И еще раз закручиваю конфету, чтобы конфета у меня стала упругая. Вот и все. Одна конфета у меня готова. Отправляю ее в холодильник, чтобы коллаген у меня полностью схватился и конфета стала единым целым. Так, ну и далее все то же самое. По всей массе я смотрю, что у меня получится две конфеты. Ну давайте теперь бросим на весы. Посмотрим, сколько у нас получится диетического, чисто усвоимого продукта. Кило триста. Вот и посчитайте. С трех килограммов 100 грамм бычьих хвостов мы получили готового продукта кило триста. Ну скажем так, кило четыреста. Я уже немного мяса съел. А это без малого 10 порций. По 140 грамм на человека. На сегодня все. Съемку продолжу завтра. Наступил следующий день. Теперь я могу спокойно удалить весь жир. Посмотрите, какое количество его собралось. Вот поэтому я в начале своего пути жир с хвостов не срезал. Потому что я знал, что он весь вытопится. Так, ну и остатки соберу салфеткой. Ну как вы видите, из бычьих хвостов можно вполне готовить студень. Ну разница между студнем и холодцом очень простая. Холодец готовят из свинины и птицы, а студень из говядины. Исключительно из говядины. Вот в данный момент у меня жидкости 2 литра. Ее немного уварить до полутора литров. И все. И можно без добавления желатина спокойно приготовить студень. Но я из этого бульона приготовлю соус. Делаю это очень просто. Массу мне нужно будет уварить. И делать я это буду в сковороде, так как площадь испарение на сковороде у меня высокое. И тем самым я сэкономлю время. Изначально я своему соусу хочу придать грибной вкус. Поэтому я замочил грибы. Ну вот в такой баночке с крышкой. А не в подворотне замочил. Так что все живы, все здоровы, все нормально. И вот эту воду из-под грибов я отправлю сюда же. Она уварится, а вкус грибной останется. Аккуратненько, только не до конца. Чтобы мелкий песок, который возможно имеется, не попал вам в соус. И отправляю на плиту. Пускай закипит и уварится. Ну а я следующим шагом разберусь с мясом. Мясо у меня за счет высокого коллагена, бычьих хвостов схватилось хорошо. Теперь я ее просто-напросто распорционирую. И все, что мне не нужно, на данный момент заброшу в морозильную камеру. Так, ну здесь толщину нарезки для себя каждый определяйте сами. Я сказал, что 130-140 грамм на человека вполне будет достаточно. Ну давайте я брошу на весы. Просто на свой глазомер. Мне, в самом быте, более-менее уверенным, сколько грамм у меня получается на персону. Ну вот, с глазомером все нормально. Ну просто не выпивал. Ну попки я специально обрезать не буду. Я все-таки не в ресторане, а у себя дома. Поэтому это нормальный процесс. Ну и далее по порциям распределяю в пищевую пленку. Сверху укладываю пленочку и кусочек рулета. Просто, чтобы они в дальнейшем не слиплись, я мог их отделить. И придя с работы, мне ничего не стоит забросить уже готовое мясо в микроволновую печь. И она будет у меня готова. Это я к тому, что если вы скажете, это сколько же времени нужно, чтобы приготовить эти бычьи хвосты. Это все компенсируется. Приготовил, забросил. Зато пришел после работы, достал в одну минуту и у тебя все готово. Ну, а у кого имеется вакууматор, для тех вообще все просто. У меня уже заранее было приготовлено. Вот так он у меня хранится. Ничего с этим рулетом не случится. Ну вот, как я и скалькулировал, у меня получилось в общей сложности 10 порций. Десятая здесь, я ее специально не стал заворачивать. При подаче такого блюда есть один маленький недостаток. Сами шайбы, вот в данном моменте, как они есть, их нельзя жарить. Как только вы бросите эти шайбы на сковородку, то коллаген мгновенно потеряет свои скрепляющие свойства. И вся вот эта масса у вас растечется по всей сковороде. Как можно этого избежать? Или как можно подать? Вот в данный момент можно просто-напросто закинуть в микроволновую печь и разогреть так, как есть. И затем при помощи лопатки сделать подачу. Есть другой вариант. Я подготовлю эти шайбы, как шницель. Все очень просто. Обмакиваю для начала в муке. Тряхиваю излишки муки в яйцо. Отброшу на сито, чтобы также излишки яйца стекли в пиалку. И далее в панировочную муку. Это делаю я для того, чтобы остатки яйца, которые останутся еще на шайбе, не скопились у меня непосредственно в панировочной муке. Это, конечно, целесообразно делать, когда вы работаете с большим количеством. А если с маленьким, то тут смысла этого делать не нужно. В данном случае вы просто будете работать чисто. Одна рука при панировке шницелей всегда должна оставаться чистой. Обваливаю со всех сторон. И вот такой рулет теперь я могу жарить на сковороде, не боясь, что у меня масса расплывется. Ну и пока заготовки я уберу в холодильник. Подачу мяса я сделаю сегодня с кайраби и с картофельным пюре. Как это готовится, я вам показывать не буду, потому что здесь речь идет о приготовлении бычьих хвостов. Скажу лишь, что для картофельного пюре я беру от 30 до 40% жидкости. После того, как картофель сварится, я имею в виду, это могут быть либо 30% молока, или 30% сливок, или 30% молока плюс 10% сливок, или 30% молока плюс 10% сливочного масла, или просто 30% сливочного масла. Здесь уже смотрите по своему карману и калориям, которые может принять ваш организм. Соус потихонечку варится, мне здесь особо ничего делать не нужно. Как только жидкость у меня редуцируется, то я добавлю вина Мадейра. Можно добавить прекрасно и портвейна. Ну а если у вас нет ни того, ни другого, то можно просто добавить обыкновенного сухого вина. Желательно с высоким содержанием танина, чтобы у вас в соус приобрел прекрасный цвет. Соус у меня уже готов. Значит, посмотрите, у меня была почти полная сковородка жидкости, и теперь эта жидкость уварилась в три раза. В соус я добавил еще буквально 100 мл вина Мадейра. И все, он у меня готов. Алкоголь у меня весь выварен. Алкоголя в соусе нет. Вот, поглядите, какой цвет, какая консистенция. Я даже не буду его загущать кукурузным крахмалом, потому что мне текстура в данный момент нравится. Сейчас я перелью его в мерный стакан и скажу, сколько получилось соуса в общей сложности. Получилось пол-литра соуса. Это по 50 мл на каждого гостя. Соус довольно насыщенный и довольно крепкий. Его можно еще даже разбавить немного кипяченой водой. И тогда уже загустить крахмалом, если есть в этом необходимость. Но я люблю именно такой крепкий соус с выраженным ярким мясным вкусом. Вы помните, что в начале ролика я вам сказал, что мы в бульон соль не добавляем. Я присолил только хвосты, потому что сейчас вот именно соус нормально просолен, так как жидкость ушла, а соль осталась. Если хотите поиграть со вкусом, то есть, мало ли вам что-то не понравилось, соус не такой по вкусу, как вам хотелось бы, можно добавить сюда немного кислоты и немного коньячку. Вкус поменяется кардинально. Мы на кухне довольно часто играем с солью, с сахаром и с кислотой. То есть, эти три компонента, при которых можно соус довести до ума. Можно также в соус добавить холодное сливочное масло. То есть, вмонтировать его при помощи погружного блендера. В этом случае, конечно, грибы у вас накроются медным тазом. Поэтому, если вы хотите это сделать, то отбросите сначала грибы на сито, вмонтируйте масло, а потом опять с сито добавьте грибы в соус. Все. Картофель у меня скоро отварится. Я взял буквально один килограмм очищенного картофеля. И на этот один килограмм я добавлю 300 миллилитров молока и 100 грамм сливочного масла. И немного мускатного ореха. Молоко и масло я предварительно вскипячу, чтобы мускатный орех хорошо раскрылся. Так, ну, картофельное пюре готово. Кальраби уже будет вот-вот готово. И я начинаю обжаривать рулет. Добавил я немного растительного масла и немного сливочного масла. Ну, вот, как вы видите, рулет прекрасно держит форму. Так, ну, начну потихонечку передвигаться на стол подачи. Ну что, начинаем делать подачу. Немного картофеля. Кальраби. Немного соуса на картофель. Ну и немного соуса с грибочками непосредственно на мясо. Вуаля, мой обед готов. Давайте я вам разломлю один рулетик, чтобы вы посмотрели, какой он внутри. Не знаю, получится, не получится. Ну вот, вообще мясо, конечно, очень-очень нежное. Ну вот, как-то так. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Возможно, вы подчеркнули для себя что-то новое. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. И до новых видео.